31 мая состоялась неочередная сессия Оршанского районного совета депутатов, председатель которого, Анатолий Сильченко, открывая ее, отметил, что на повестке один вопрос – утверждение в должности нового председателя райисполкома Игоря Мороза. В работе сессии принял участие председатель Витебского облсполкома Александр Суботин. Владимир Довыдовский, начальник главного управления организационно-кадровой работы облсполкома, рассказал. Работавший в должности председателя Оршанского райисполкома Исаченко, Игорь Владимирович обратился в облсполком с заявлением об освобождении его от занимаемой должности в связи с выходом отставки. Игорь Владимирович за время работы на Оршанщине сумел проявить себя не просто как грамотный руководитель, но и как идейный вдохновитель успешных проектов практически во всех сферах жизнеобеспечения регионов. Затем Владимир Николаевич познакомил присутствующих с биографией Игоря Мороза. Выступившие депутаты рассказали, чего ждут от нового председателя и просили сессию утвердить Игоря Александровича в должности председателя исполкома. По регламенту, внесение председателем областного исполнительного комитета кандидатуры председателя районного исполнительного комитета утверждается районным советом депутатов открытым голосованием. За кандидатуру Игоря Мороза депутаты проголосовали единогласно. Александр Суботин вручил председателю Оршанского райисполкома служебное удостоверение, поздравил с назначением на должность и районный совет депутатов. Председатель Витебского облсполкома отметил огромную работу, которую проделал Игорь Исаченко с 2018 года и вручил ему грамоту Витебского облсполкома. Также Игорю Владимировичу вручили грамоту от Оршанского районного совета депутатов. Регион пилотный во всей стране, чтобы потом тот успех тиражировать на другие регионы нашей страны, либо какие-то неудачные моменты, сделать работу над ошибками, поправить и все равно потом распространить этот опыт на всю нашу страну. Поэтому тут под внимательным контролем находятся все отрасли. Начиная от села, есть чем хвалиться, но есть где еще и добавлять. И социальная сфера, и промышленность, и легкая промышленность, тяжелая, и станкостроение, и социальная сфера, и строительство дорог, строительство логистических центров. То есть во всех сферах функционирования экономики здесь есть свои сегменты и есть где добавить. Поэтому будет контроль за всем и будет задача касаемо всех направлений. Какие же чувства и эмоции испытывает Игорь Исаченко сегодня? – Ощущение, не признаюсь. Чувство, конечно, сожаления, очень много, наверное, еще, скажем, планов, откровенно говоря, потому что действия указа хоть и заканчиваются в этом году, но необходимо завершить очень много мероприятий. Они связаны как в социальной сфере, так и в промышленности, конечно, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Но я уверен, что с этой задачей новый председатель исполкома справится, никаких вопросов, проблем не будет. Конечно, основная задача, как я уже сказал, на сессии – это завершить действие указа 506-го. Для этого сегодня все есть то, что необходимо, финансирование. Надо только, как я сказал, сплотиться вокруг нового председателя исполкома, подставить плечо и выйти на те прогнозные показатели, которые мы планируем выполнить по концу года. Все будет хорошо. Я уверен, что Орша – это лучший район не только Витебской области, но и в Республике Беларусь. Поэтому все получится, все будет хорошо. С 353 мероприятий, которые планируются по завершению этого года, практически не будут выполнены порядка 17, из которых некоторые уже потеряли актуальность, и они, в принципе, скажем так, сняты с контроля. А буквально порядка 7 мероприятий, те, которые по объективным причинам переносятся с учетом финансирования на следующие годы, они просто будут взяты на контроль, однозначно выполнены, скажем так. И поэтому уверен, что, еще раз повторюсь, действие, как я говорил, указа будет завершено достойно. Губернатор сказал, что долго вам скучать не дадут. Поделитесь планами на будущие лет. Пока секрет. Пока секрет, да. Первое интервью в новой должности Игорь Александрович начал с воспоминаний об одном из самых важных событий в его жизни. На назначение президента из пяти кандидатов львиную долю времени было уделено развитию Оршанского региона. Президент очень трепетно относится к Оршанщине. И это было видно, заметно. Лично ставил передо мной задачи по развитию региона. Особое внимание обратить на промышленность, сельское хозяйство. Не забывать про медицину, образование, благоустройство, качество жизни населения. Заделал же также тему предстоящих выборов. То есть проблемы обычных граждан, бытовые проблемы, с чем сталкивается население. Нацеливал на улучшение качества жизни Оршанцев в первую очередь. Он сказал, что много будет к вам тут людей ходить разных, да, их надо слушать, но свою линию, в общем, гнуть и проводить. Многих наинтересует, каковая будет эта линия. Критерии любой власти, оценки ее эффективности, это улучшение благосостояния населения, рост, качество жизни. Поэтому все мои целеустремления будут направлены именно на это, во всех сферах деятельности. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф».